Девушки отдыхают Поднимут настроение кому угодно LA Street Racing Ночь твоя Улицы твои и всякие лузеры Тоже будут сделаны тобой Дело за малым Нажми на педаль газа до отказа В жанре гоночных симуляторов Случился переворот Неоновый предельно аркадный нитфоспид Получит продолжение под названием ProStreet Faktron Re Nano Это массивный титановый чехол Который на все 100% защитит ваш плеер От любых ударов Holden FG Это ретроспектива австралийского автомобиля FG Holden Идея тюнинговать авто 1953 года Пришла в голову дизайнеру компании Holden Ричарду Ферлазе Через 6 месяцев работы На свет появился монстр 6-литровым мотором Мощностью 645 лошадиных сил Все оснащение машины Соответствует самым современным технологиям Обошелся этот эксперимент в четверть миллиона долларов Body Fat Checker Это устройство позволяет точно отслеживать процент ожирения вашей собаки Всего-то надо включить аппарат Приложить его к спине вашего питомца И сравнить отображенный процент с нормой Крайне просто в сравнении с классической процедурой визита к ветеринару К устройству предлагается таблица, где определяется норма для конкретного пса В самое ближайшее время Должна появиться система и для человека Разработки уже ведутся На международном авиасалоне Фарнбороу Была представлена последняя разработка в области транспортных средств Самолет с вертикальным взлетом и посадкой Тяга создается двумя турбинами диаметр по 2,5 метра В воздухе на высоте до 3,5 километров Он способен разгоняться до 250 километров в час На земле же его скорость не превышает 20 километров в час Если вы поклонник экстремальных видов спорта И жить не можете без своего айпода То следующий девайс вас должен заинтересовать Фактрон Ре-нано Это массивный титановый чехол Который на все 100% защитит ваш плеер от любых ударов Однако воду эти доспехи пропускают И даже самая скромная лужа мгновенно загубит вашего любимца Стоит чехол довольно дорого, 800 долларов Что примерно в 4 раза больше стоимости плеера LA Street Racing Самый большой недостаток игры это максимум один соперник И совершенно неживой Лос-Анджелес Время действия ночь Поэтому все горожане спят, а их машины мирно припаркованы обочиной Вам предлагают погонять в нескольких районах Лос-Анджелеса В каждом из которых всего по паре трасс При этом вам запрещено съезжать с намеченного маршрута Вы физически не сможете преодолеть разноцветные прозрачные стрелки Указывающие направление движения Все это очень смахивает на всем известную серию игр Во времена ее бурного развития Также расстраивает отсутствие разнообразия режимов игры Вам предлагают только заезды один на один с вашими соперниками Задача сделать их всех и заработать максимум авторитета Давайте перейдем от слов к делу и посмотрим, как обстоят дела во время самой гонки Пилоты готовятся к старту Ревут моторы Поехали! Даже если вы проигрываете в скорости Можно воспользоваться маленькой хитростью В первые секунды заезда подрежьте вашего соперника и разверните его Далее вам останется только спокойно и без ошибок доехать до конца трасс Кстати, соперники сами не брезгуют использовать такие приемы Но будьте внимательны Несмотря на простоту игры, не спешите давить педаль газа в пол В LA Street Racing предусмотрена какая-никакая, а все-таки модель повреждения автомобиля Правда, все эти поломки можно исправить во время заезда, потеряв пару секунд Обратите внимание, что результат игры зависит в основном только от вас Все соперники ездят исключительно одинаково и немного глупо Посмотрите, какой легкий поворот И мы без труда обгоняем в нем соперника Но уже в следующем повороте, который намного сложнее предыдущего Этот же медлительный противник ведет себя как настоящий сорвиголова Проносится мимо нас в скольжении, как черт А вот еще один интересный момент Немного не справившись с управлением, нам приходится сбавить скорость И тут нас резко подрезает соперник Как будто знал, что хочет нас подрезать Помятые машины, вой сигнализации, и мы выбираемся из этой заварушки К сожалению, это все, чем может похвастать игра Набор машин достаточно скуден Никаких лицензий на реально существующие модели нет Набор улучшений, которые становятся доступны вам после победы, не впечатляет Занимая призовые места и улучшая свою тачку Вы будете получать все больше новых апгрейдов и новые режимы езды На время и мультиплей Но разработчики из компании Invictus Games могли придумать что-нибудь более интересное Ведь именно они сделали такую неординарную игру, как Insane И еще несколько других проектов На наш взгляд, LA Street Racing заранее можно отнести к играм, которые уже устарели 3D Ultra Mini Golf Adventures Это настоящее трехмерное возвращение мини-гольфа из серии 3D Ultra Мультяшные персонажи и красочные локации поднимут настроение кому угодно В жанре гоночных симуляторов случился переворот Неоновый, предельно аркадный Need for Speed получит продолжение под названием Pro Street F1 Challenge Дает игроку возможность принять участие в четырех сезонах с 1999 по 2002 год Этот гоночный симулятор полностью основан на движке игры F1 2002 Которая вышла годом раньше Изменения коснулись по большей части лишь графического наполнения Безукоризненная модель управления и физика поведения машин Остались как раньше на высочайшем уровне реализма Симулятор бильярда World Championship Snooker Появился в продаже четыре года назад Но до сих пор имеет массу поклонников Во-первых, благодаря сторонам дизайнеров и программистов Бильярдный стол, шары и прочие окружения Выглядят предельно реалистично Во-вторых, нарисованы все персонажи довольно своеобразно И отличаются не только внешне, но также и манерой игры Жаль только, что управление, перекочевавшее на персональные компьютеры с PlayStation 2 Совершенно не адаптировано под клавиатуру В сентябре этого года, как и всегда, выйдет очередная серия футбольного симулятора FIFA 08 Ничего нового поклонники от Electronic Arts уже не ждут Оно и правильно Более или менее видимые изменения будут заметны разве что счастливым обладателям консоли Xbox 360 и PlayStation 3 Впрочем, даже эти новые введения ограничатся заменой прошлогодней графической оболочки Серьезное изменение геймплея ждать не приходится В жанре гоночных симуляторов случился переворот Неоновый, предельно аркадный Need for Speed получил продолжение под названием Pro Street Неожиданностью для фанатов стало то, что игра полностью изменила своему стилю Который сформировался за последние несколько лет В Pro Street, по заверениям разработчиков, машины будут разлетаться на куски во время аварии А управлять ими станет куда сложнее, чем раньше Не забыли разработчики и о тюнинге Вы по-прежнему сможете создать свой неповторимый автомобиль Классический гольф, игра, наблюдать за которой довольно скучно Да к тому же зачастую дорого Мини-гольф гораздо динамичнее и не требует почти никаких затрат Поле можно соорудить из чего угодно Вот и разработчики из американской студии Wanako Games решили поэкспериментировать Поля в их новой аркаде 3D Ultra Mini Golf даже летают в космосе Причем лунка может оказаться на другой планете Разработчики приглашают нас выступить на виртуальном чемпионате В образе одного из четырех анимированных героев Вам предстоит пройти 36 лунок, расположенных в самых необычных лесах Для удобства они поделены на три основные группы Можно отправиться на Дикий Запад, где даже по полю для гольфа ползают скорпионы На праздничный карнавал, где путь к лунке пригождает пиратский корабль-маятник Или и вовсе расположиться на соседних с лункой астероиде При более близком знакомстве выясняется, что наших героев зовут Гектор, Рози, здоровяк Джо и Кейт Кроме этого, вы можете каждого из них одеть в любой из четырех костюмов Дальше нам предлагают на выбор разные расцветки мяча И варианты управления игроком Первая часть турнира проходит на Диком Западе Лунка очень простая Но нам здорово мешается скорпион, который даже имеет наглость подползать и отбивать мяч В итоге пять ударов и плюс три очка Путь к следующей лунке огибает конюшню И лошадь печально провожает взглядом наш мяч прямо до флажка Все не так плохо Мы сделали всего три удара и заработали пар на этой лунке Следующий пункт назначения – Великий Каньон Поля здесь буквально высечены в камне Здесь скорпион нам уже не помеха Куда сложнее совладать силой удара и правильно ее рассчитать На одной из лунок нашим мячикам даже пришлось стрелять из дымохода, чтобы добраться до флажка Впрочем, очков нам это не принесло Всего лишь дабл-буги Следом идет лунка с песчаными участками В которых мяч застревает, и мы проигрываем три очка Возможно, в парке аттракционов Кейт соберется и сможет показать лучший результат Но нет Она снова не рассчитывает силы удара и зарабатывает только дабл-буги Однако в следующую лунку мяч упал уже со второго удара Кейт с первого удара попадает в одну из трех труб По ней мяч выкатывается прямо к лунке, но останавливается в сантиметре от ее края Кейт слегка подталкивает его и зарабатывает бёрди Но самое интересное — это лунки, расположенные в космосе на платформах или небольших астероидах Вот, например, путь до лунки пролегает по экватору этой небольшой планеты А флажок расположен на противоположном полюсе И разработчики даже учли, что протяжение на таком небесном теле в разы меньше, чем на Земле Так что, если не рассчитывать силу, мячик улетит прямо в космос Фантазии создателей игры можно только позавидовать Получилось интересное и очень веселое аркадо, в которую, кстати, можно играть и по сети Смотрите в следующий раз Surf Up или Лови волну Это новый мультяшный симулятор серфинга для самых маленьких геймеров Вам предстоит попасть в самый настоящий серфинг-трип, не выезжая за пределы города Champion Dreams First to Ride Вы заметили, как часто мы показываем симуляторы конного спорта В следующий раз вы увидите еще один, причем в перемешку с квестами Все это в следующий раз Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok